Это Дайджест Майс ТВ. Мы в Санкт-Петербурге на Евразийском ивент-форуме. Евразийский ивент-форум – это одна из крупнейших российских коммуникационных площадок для представителей индустрии встреч, дающая возможность установить международные контакты, обменяться опытом и привлечь инвестиции. В мероприятии принимают участие ведущие российские и зарубежные компании. Программа форума включала обсуждение изменений, происходящих в каждом из секторов индустрии деловых встреч в рамках панельной дискуссии, круглые столы по темам делового регионального туризма и маркетинга территорий, биржа деловых контактов, позволяющая организовать индивидуальные встречи. Темы, которые были затронуты на событии, возможно лягут в основу развития майс-сегмента в нашей стране на ближайшие годы. Так, например, в России создается национальный портал про туристические активности в федеральном значении. Это глобальный национальный туристский портал, который разрабатывался более полутора лет, собирался контент, находились и до сих пор еще обсуждаются решения по его дизайну, оформлению, по его продвижению. Очень серьезный проект, который будет состоять из многое из чего. Это туристская википедия, в какой-то степени региональный туристский путеводитель. И он будет живым механизмом в том смысле, что там участвуют все регионы России, ну, по крайней мере, те из них, которые заинтересованы в привлечении туристов. Помимо там постоянно статичной информации, будет все время онлайн-связь по уровням от муниципальных образований, которые могут давать информацию о своих событиях и до федеральных, проходя через все ступеньки. И это будет открыто именно для ведения самими организаторами мероприятий, ну, или там муниципальных, региональных властей, которые координируют эту работу. И это будет постоянно администрироваться. То есть снизу будут идти информация, но на определенных этапах она будет сортироваться и доступна будет любому пользователю. Единственная, конечно, проблема сейчас в России, кроме Москва-Самстербурга, может быть, чуть-чуть Казан, Самара, какие-то оригинальные годы. Да, Сочи. Неизвестное просто место. Мы не знаем, мы из индустрии не знаем. А вторая, скажем, вещь, которой надо обратить внимание, это, что она должна быть аутентичной. Потому что у нас в России иногда пытаемся копировать, что сделано на другое место. Но на самом деле люди, приезжая сюда, чувствуют русские варианты этого, что мы не должны потерять вот эту возможность. Ну, конечно, это будет начинаться на более известной городе, а потом это едет дальше. Такие мероприятия – это всегда площадка для нетворкинга. Обмен полезной информацией среди участников рынка из разных регионов. На форуме их было более 260 специалистов из России и других стран Европы, США, Индии и так далее. Так какие же перспективы для сегмента МАЙС мы видим в этом году? Новогодние праздники дали потрясающий всплеск посещаемости. Вот приезжают, в первую очередь, петербуржцы. Вот, конечно, жители Карелии потянулись и заново для себя открывают свой край. Уже есть маршрут «Дорога горных промыслов» «Майнинг-Род», который в прошлом году был разработан геологами. Вот редкий случай, когда геологам доверили что-то сделать в туризме. Они, в общем, сумели это сделать очень достойно. Горный парковский аллопорный пункт этого проекта. И нам очень хочется связать все это с чудесами Ленобласти, с Петербургом, потому что, опять-таки, повторюсь, историческая связь прослеживается, совершенно очевидная. Согласитесь, важность позиционирования территорий в качестве привлекательных мест для проведения мероприятий уже более чем осознана российскими регионами. Уже накопился обширный опыт презентации возможностей российских территорий на международных мероприятиях, на основании которого были рассмотрены лучшие практики и практические рекомендации. Дарья, вопросы относительно вашего выступления. Это было достаточно интересно и уверен, что этот рейтинг будет полезен для специалистов широкого уровня. Расскажите, как эта история вообще появилась и что легло в основу методологии? Да, вы знаете, действительно, вопрос очень интересный. И, насколько мы знаем, такой рейтинг никогда не составлялся до этого. Во время подготовки к форуму у нас, если вы помните, основная тема пленара была роль регионального маркета и привлечения инвестиций. Мы задались вопросом, собственно говоря, какой потенциал есть у наших регионов в плане организации мероприятий. Все очень много об этом говорят. Говорят, что да, мероприятия нужны, мероприятия важны, но не все мероприятия, не все регионы имеют достаточно потенциала и ресурсов для организации таких крупномасштабных проектов. Именно поэтому родился наш рейтинг. Рейтинг можно будет найти на сайте научно-исследовательского центра РНС. Он будет доступен где-то в течение недели после окончания мероприятия. Мы очень надеемся, что он будет полезен в работе для, в первую очередь, для региональных властей и для участников рынка в регионах. Мы планируем проведение такого рейтинга ежегодно и приурочить его, соответственно, к евразийскому рынку. Рынок виртуальных конференций и выставок более чем удвоился в течение последних двух лет. Согласно прогнозам, к 2015 году совокупный среднегодовой темп росту составит 56%. Традиционные конференции и выставки, как ожидаются, будут заменены виртуальными технологиями, особенно те, чья посещаемость снижается. Некоторые организации могут выбрать проведение гибридных выставок, прежде чем полностью перейти на виртуальные технологии. Диалоги и правда были жаркими? И по существу? Я думаю, что все участники искренне поделились своими чувствами и мыслями на предмет изменений, которые происходят в бизнесе, в обществе, в политике, и на предмет проектов, заказов, ценообразования. Я думаю, что мы продвинулись в некотором смысле с той точки, когда у нас, в отличие от западного рынка, все сетуют на непрозрачность каких-то взаимоотношений. Ну и более-менее позитивно прошло, потому что, наконец, у нас не было противодействия между агентствами и партнерами. Да, собственно, продолжая тему, которая была затронута в рамках дискуссии, вот мне очень понравилось твое выражение, что не опуститься, да, но пойти на уступки. То есть, наверное, это такое антикризисное решение, как в нынешних условиях нужно и можно сохранить клиента. Ну, в принципе, я в этой фразе все мнение свое и высказал, потому что кризис есть, от этого никуда не уйдешь. И сегодняшний диалог, он действительно подтвердил, что будет провал на 20-25%. Хотя лично мое мнение, он будет намного глубже, просто мы еще не дошли к этой точке, которая, как говорят на рынке, будет отскок. И если мы сейчас не пойдем на эти самые уступки, соответственно, будем вызывать негатив друг другу. Прежде всего, это серьезный потенциал для Санкт-Петербурга. Я считаю, что бизнес здесь более управляемый, а город хорошо известен по всему миру. Питер, Москва и другие города могут поднять Россию на более новую и узнаваемую дестинацию во всем мире, в частности, для Европы и Азии. Это новая волна. Она как свежая кровь для нашей индустрии. Спасибо, что сделали это событие и пригласили в Петербург. В рамках форума также состоялось вручение профессиональной премии EFIA Awards. Мы пообщались с победителями. Что же самое важное в достижении цели? Во-первых, я очень благодарен компетентному жюри, что присудили нам такую номинацию. А какими компетенциями нужно обладать? Нужно очень хорошо работать и любить свое дело. Вот это, я думаю, самое главное. Мы победили в номинации сотрудничества. И я думаю, что самое главное – это хорошо относиться к своим друзьям, партнерам и быть расположенным к сотрудничеству. Надо ставить перед собой большие цели и работать с большой, дружной командой. И плечом, поддержка. И командный дух помогает реализовывать любые поставленные перед собой задачи. Предшествовала огромная работа. Был собран лучший опыт площадок мира с акцентом на немецкие площадки. Вынесены лучшие решения технологические. Конечно, это огромный труд большой-большой команды. И команды, которые я строила, и команды, которые я запускала. И это чувство большой команды, чувство локтя очень здорово помогло. Это яркий лидер, который помог реализовать этот проект, потому что, вы понимаете, нужно людей воодушевлять на такие проекты. Конечно. Вот все это вместе взятое сделало возможным открытие комплекса, который распахнул свои двери. И теперь в Петербурге возможно проведение самых грандиозных и масштабных мероприятий деловых и развлекательных разного формата. Высокий уровень организации, насыщенная и интересная программа, новые деловые знакомства. Все это Евразийский ивент-форум. Индустрия развивается. И все самое интересное смотрите и читайте на mystv.ru И помните The world is mice Майкл. 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 Субтитры сделал DimaTorzok